Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Видновской школе искусств прошло вручение именной стипендии главы. Будем радовать своими новыми успехами и очень приятно носить такое почетное звание стипендиат. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский вручил ключи от квартир пяти детям, оставшимся без попечения родителей. Хотелось бы найти под елочкой ключи от своей квартиры. Так вот оно и так и случилось. Новогодний праздник для участников активного долголетия прошел в историко-культурном центре. Подарочки, сладкие подарочки детишкам и взрослым детишкам тоже. В Видновской школе искусств прошло вручение именной стипендии главы Ленинского городского округа детям и подросткам, проявившим выдающиеся способности в области науки, спорта и искусства. На торжественной церемонии побывала и наша съемочная группа. Они молоды, талантливы и целеустремленны. Каждый из них добился внушительных результатов в своей сфере в учебе, науке, творчестве или спорте. В этом году именную стипендию главы Ленинского городского округа получили 50 успешных детей и подростков. Алексей Спаский отметил, что 10 из них получат ее не в первый раз. Те результаты, которые вы покажете, та планка, которую вы устанавливаете для себя и для тех, кто смотрит на вас и равняется на вас, она уже является большим достижением и позволяет, составляет тех, кто рядом, тянуться и пытаться соревноваться с тем, чтобы становиться лучше. Максим Панов, к примеру, получает именную стипендию в четвертый раз. В этом году за успехи в образовании. Очень рада, что наш округ поощряет труд ребят, подростков. Спасибо большое. Будем развиваться, будем радовать своими новыми успехами. И очень приятно носить такое почетное звание стипендиат. А вот ученица Видновской детской школы искусств, пианистка Анастасия Васильева, именную стипендию получила впервые. За этот год девушка победила в 14 музыкальных конкурсах от муниципальных до международных. И очень гордится, что ее успехи заметили. Это значит, что я очень хорошо постаралась в прошлом году. Это придает мне стимул идти дальше. Я очень люблю музыку, очень хочу ей заниматься. А вот это для меня – это очень радостное событие. Я к нему шла очень долго. Многие ребята уже знают, на что потратить свою именную стипендию. И это будут отнюдь не праздные развлечения. Ходить на различные мастер-классы к более знаменитым хореографам. Или даже, может быть, в другой город поехать тоже, позаниматься какими-то еще хореографами. Также можно, допустим, потратить их на костюмы, вложить в студию, что-то помочь, купить новые пуанты. Это все требует средств. Хочу написать новые треки, выпустить свой альбом или запустить даже свой сольный концерт. Это моя прям заветная мечта. Имена и стипендия вручаются в муниципалитете с 2007 года. За это время сертификата на выплату получили более тысячи обучающихся. В этом году в конкурсе приняли участие более ста детей и подростков от 10 до 18 лет. 50 лучших из них получили стипендию в размере 15 тысяч рублей. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. В здании администрации Ленинского городского округа состоялось заседание торгово-промышленной палаты муниципалитета. На повестке дня стоял лишь один, но очень важный вопрос – создание нового комитета. Теперь в организации есть направление по поддержке и развитию спорта. Туда вошли руководители коммерческих фитнес-клубов. Комитет должен стать площадкой, где предприниматели смогут делиться опытом, решать важные вопросы, инициировать проекты и пропагандировать здоровый образ жизни. Первое заседание посетила заместитель главы администрации Ленинского округа Татьяна Квасникова, которая отметила важность наличия данного сообщества. Помимо частного бизнеса, к работе комитета с интересом подключаются и муниципальные учреждения. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский вручил ключи от квартир пяти детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Мероприятие прошло в торжественной обстановке. Тема продолжим в нашем сюжете. Некоторые категории граждан особенно нуждаются в поддержке со стороны государства, поскольку по достижению совершеннолетия они остаются один на один с проблемами, в том числе и материальными. В Ленинском городском округе успешно решаются вопросы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данная программа выполнена в полном объеме. Для нас принципиальная позиция, что это квартиры в новостройках, это новые квартиры. Те квартиры, которые вручались сегодня, они оборудованы кухонной мебелью, ну плюс вручается сертификат на определенную сумму, которая позволит приобрести, допустим, какие-то хозяйственные инвентарь. Мы видим, мальчишки хорошие, девчонки учатся, поэтому очень надеемся, что все в их жизни будет замечательно. Пятерым ребятам в торжественной обстановке глава муниципалитета вручил ключи. Впечатление в том, что в этом году только исполнилось 18. Сестра добилась того, чтобы мы и два брата получали в этом году в одно время. Это приятно, на самом деле, получать такие подарки под Новый год. Квартиры находятся в домах-новостройках. В микрорайоне пригород Лесное, деревне Жапкино, поселке Лопатина и селе Молоково. В помещениях выполнен ремонт, установлена сантехника и оборудована кухня. Ребята подпишут договора и станут все полноправными, так сказать, ну не совсем полноправными, но собственниками этого жилья. Жилье им передается на пять лет в рамках специализированного найма, который предполагает контроль за использованием этого жилья. Людмила Шубская учится в Московском финансовом колледже на втором курсе по специальности экономика и бухгалтерский учет. Девушка признается, новость о получении собственного жилья стала большим подарком к новогодним праздникам. Очень счастлива, потому что все-таки это долгожданный момент. И знаете, недавно читала статью, в общем, хотелось бы найти под елочкой ключи от своей квартиры. Так вот, оно и так и случилось перед Новым годом. На следующий год уже утверждены списки и в ближайшее время новые квартиры получат еще восемь ребят. Всего на сегодняшний день в очереди на получение собственного жилья стоит 42 ребенка. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Новогодний праздник для участников активного долголетия прошел в историко-культурном центре. Для представителей старшего поколения округа подготовили замечательный концерт и сладкие подарки. В веселом хороводе вокруг елочки закружилась и наш корреспондент Галина Житкова. Капризная декабрьская погода не помешала представителям старшего поколения собраться в Большом зале историко-культурного центра и отметить любимый с детства праздник. В расширенном составе бабушки и дедушки встречаются редко и всегда с радостью откликаются на такие приглашения. Я считаю, что это должно быть однозначно традицией. Мы очень рады тому, что количество участников активного долголетия растет. Мы стараемся сделать для них все возможное, расширить инспектор предлагаемых услуг и устраивать всегда, конечно, домашние такие встречи, посиделки, чаепития. Отличное настроение, приятные слова, положительные эмоции – надежная комбинация для создания хорошего настроения на любом празднике. А для активных долголетов это еще и возможность пообщаться со своими друзьями и знакомыми. За это совсем мало времени еще немножечко пофантазируйте и загадывайте правильное желание перед Новым годом. И я все сердце желаю, чтобы именно ваши сердечные, важные желания были переданы самым главным исполнителем этих желаний. Участники кружка «Танцы без границ» на празднике выступили дважды. Артисты рассказывают, что очень любят отмечать Новый год с друзьями, с удовольствием делятся совместными планами на будущее. Я считаю, что мы будем двигаться вперед с новыми достижениями, с новыми победами. И мы занимаем уже второе место по Подмосковью. И я думаю, что первое у нас всегда будет. Правда, ребята? Да. Игры, танцы, песни, загадки, гороскоп на будущий год – все по полной новогодней программе. Но какой же праздник без Деда Мороза? В роли главного волшебника Андрей Макалкин – давний друг Центра социального обслуживания. Подарочки, сладкие подарочки детишкам и взрослым детишкам тоже. Только хорошим детишкам буду дарить. На этом добром празднике радостные, довольные, счастливые бабушки и дедушки словно перелеснули страницы прожитого и снова стали детьми. А в такие моменты хочется верить и думать только о хорошем. Галина Жуткова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.